На протал из Гет поступил вопрос, есть ли смысл жить в миру одинокому человеку или одиночество, всегда указание на то, что надо идти в монастырь. Вы знаете, не так давно, лет 30-40 назад, никаких монастырей особо не было. Там был один женский, два-три мужских, в которых попасть было не так просто в советское время, даже присунуть желание. Поэтому мы знаем, что в первых веках христианства тоже монастырей не было, они еще не успели организоваться. Хотя монахи уже были по форме жизни, Антоний Великий и другие. Такого структурированного монашества, может, еще и не было. В первом веке, в втором веке. Хотя монахи по жизни, конечно, уже были. А те же самые апостолы, они были монахи фактически, если я так по-современному могу сказать. Монахи-миссионеры. Но люди жили в одиночестве. Знаете, вот моя двоюродная бабушка, она всю жизнь прожила одинокую жизнь. Она была не очень сороковленная, но она прожила замечательную жизнь. Ее похороны был просто эпифиоз какой-то ее жизни. Это кафе переполнено людьми. Там было 100 или 150 человек, которые горько ее оплакивали. Она никогда не была замужем, была инвалидом, но все ее дети, это были ее дети. Вот ее родственников, теток с той, с этой стороны, родных, неродных. Где какой-то мужчина-алкоголик, мушка-алкоголик, там везде она была. Она всегда давала в долг, не спрашивая особенно, как она могла давать 500 рублей в долг, имея пенсию, не знаю, по-моему, 28 или 18 рублей, там какие-то совсем маленькие пенсии, я же не знаю, не помню, что она нигде не работала никогда, поэтому как-то она, в принципе, такая инвалидная, очень маленькая пенсия. Она умудрялась, вот, так сказать, еще в долг давать. Вот такой человек, когда я священника ее исповедовал, он сказал, я никогда не слышал такой исповеди, такое четкое понятие добра и зла, греха и добродетели. Поэтому одинокая жизнь, она тоже жизнь, может быть, ради Христа. Ну, конечно, в монастыре одинокому человеку легче спасти, если нельзя было сомнения, легче, потому что сама структура монастыря, брать или сестры твои по монастырю, они тебе в этом помогают. Вот там и устав монастыря, то есть, ну, просто есть на что переться, есть на что переться. Человек, он, ну, в своей природе и в своей греховности слаб. А когда у тебя есть семья, пусть не покровная, а духовная, то есть монастырь – это семья в своем роде, духовная семья, это есть на что переться. И поэтому, конечно, многие духовники говорят, что есть два пути семейных. Или обычная семья, кровная, да, муж, жена, дети, если Бог их дает, или семья – духовный монастырь. А такой путь средний, то есть, вот, семьи нету, и монастырь не ушел, это путь возможный, но более тяжелый. И не всякому удобно этим путем идти спасаться. Ну, а дальше, знаете, как Бог даст, это наша, даже мать Божья воля, если ты одинокий, надо Богу молиться. И, ну, вот, если Бог не отдает вторую половину, а может, уже и желания нету, а есть, наоборот, желание вот Богу служить, то, конечно, удобнее пойти в монастырь. Удобнее пойти в монастырь и там вот, так сказать, уже спасаться вот в этом. Для этого надо просто туда поехать и так вот сразу, потому что, может, кто его знает. Сколько случаев, люди хотели в монастырь, потом оказывали монастырь и оттуда уходили. Потом очень хотели в монастырь, горячо, много лет. Это два случая-то, как минимум, знаю. А потом уже под 40 лет женились. Уже не в 25, а под 40, уже там за 30 далеко женились. Ну, вот, и достаточно было просто пару месяцев пожить в монастыре. Вот они всю жизнь хотели, хотели, хотели. Потом всё-таки как бы пошли в монастырь, стали жить там, ну, ещё не монахи, послушники, ну, там, какие-то трудники. Ну, и хватило такой настоящей монастырской жизни, когда вот они уже сегодня ушли в монастырь, чтобы они поняли, что это не их. Может быть, лучше это сделать не в 40 лет это понять, а всё-таки уехать там в 23-24 года, пожить там даже полгода, год, если уж на то пошло, всё-таки серьёзное намерение понять всё-таки, вот, что это. Вот. Ну, если твоё, значит, оставайся и живи, всё замечательно, постригайся. Вот. А если не твоё, то выходи и тогда уже, так сказать, женись, выходи замуж. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...